1 млн 324 тыс. тонн травяных кормов треба нарыхтовать господаркам Могилевской области в этом сезоне. Особливая увага культурам, якея богатая на белок, люцерни, рапсу, клеверам. Минавито одых залежит на дои и привесы буйной рогатой живёлы. Это рапсовое поле господарки газовик Сипаково-Шкловского района своего рода эксперимент. Культура, что на им растя, гибридная, устойливая до морозов и засухи, и, как означают специалисты, высокоураджайная. У нас очень много содержится скота, и нам нужен белок. И тем мы хотим решить белковую проблему, вот именно посевом гибридов рапса. И мы посеяли его на площади 52 гектара. И мы хотим просто сравнить, что у нас сорт даёт, и что гибрид. И потом мы будем смотреть, больше или меньше его сеять. Гибридный рапс перезимовал добро. У рослин распочалась вегетация, аграры зарабили подкормку. До речи летось у господарцы провели еще один белковый эксперимент. На 20 гектарах посеяли сою, якая дала добрый ураджай. 26 центнеров с гектара с рентабельностью 47%. Всю лета гэтае посевы повеличили у пять разов. Не обыходить увагой и иншая культура. Мы приобрели 15 тонн ячменя, элитного, так, и купили три питомника размножения на этот год. И все ячмени у нас нынче будут высеваться с большим содержанием белка. Так как большой вопрос стоит в республике по белку. У вугули по в области у структуры площадь отведенных под шматгодовые травы не меньше за 70% повинны займать бобовые. Гэта дазволит нарыхтовать на одну буйную рогатую живелу не меньше за 32 центнеры травяных кормов. Алена Соловьева, Александр Артемьев, Новины региона.